Чу-си-ю... Больше не знаем. Это действительно, ну, не дежурные слова. Однажды я пришел в одну поместную церковь в Киеве, ну и по привычке мы в семье говорим по-украински, и я говорю, витая, сестра. Она на меня так посмотрела, говорит, неправильно, приветствую. Вот. Иногда получается так, что мы не весь смысл вкладываем в это, в наше приветствие и в то, что мы делаем здесь. Для нас большая радость, что мы можем здесь собраться на этом месте по самой главной причине. Мы спасены Господом Иисусом Христом. Почему мы радуемся? Потому что там, где мы, если двое или трое, она здесь больше, там Он среди нас. И сегодня мы можем размышлять о Слове Божьем. Сегодня мы можем радоваться своему спасению, укрепляться, даже вот спели благословений и потоки. И для нас тоже это ободрение. Мы знаем, что Бог не оставляет нас благ своих. И сегодня мы проснулись, и мы не успели еще попросить, но что Бог обновил для нас милость. Мы встали на свои ноги, пришли сюда, и многие светили своими глазами. Да? Дорогу себе освещали. Мы, когда открываем утром глаза, часто не задумываемся, что это огромный дар. В свое время мне пришло это простое откровение, я теперь просыпаюсь, я всегда говорю, Господи, спасибо, что я вижу сегодня свет дня. Вот. И со мной есть брат, который свет видит немного. Не так, как мы, но может некоторых из вас даже заметить контуры. Слава Богу, сын мой видит. И также благодарит Бога. Сегодня сначала я хотел бы сказать вам спасибо за ваше расположение, что вы готовы послушать о служении и пригласили нас. И также хочу передать привет от брата Людвига и Александра Волкова, которые были где-то года два назад здесь, и они передают привет. И я хочу также поблагодарить, что вы не оставляете нас без благословения, когда мы приезжаем сюда. У нас определенная цель, понятно, мы хотим порадоваться перед Богом вместе, видеть лица друг друга, мы хотим рассказать о том, что Бог делает сейчас среди незрячих в Украине, хотим сказать Слово Божье. Мы ожидаем также, что Бог расположит ваши сердца, и вы не останетесь равнодушными к тому служению, которое мы совершаем ради Господа. Этим служением слепым я занимаюсь уже с 96-го года, вот уже 22-й год. Ну, уже какая-то часть жизни. На сегодня для меня большая радость того, что Бог поднял уже большую команду, и среди нас есть больше 80 миссионеров, и большая половина из которых – это люди, которые имеют вот в своих руках только вот такую трость вместо глаз. Часто можно услышать такие шутки, если нас там много где-то соберется, то один может кричать, «Виде, кто видел мои глаза? Куда я поставил свои глаза?» Ему там указывают место, «Возле двери где-то танцов». Часто они называют это своими глазами, подружкой еще называют. В последнее время, когда мы начали приобретать простые здесь, в Америке, канадские, то их начали называть «Мерседес». Так что, как вы знали, что в Украине слепые не просто так, они с «Мерседесами» ходят. Кстати, очень хорошая коробка «Автомат», они плавно ходят по нашим дорогам, по полухабам, все, машина справляется. Хорошо, друзья, я хотел бы для начала спеть одну песню.